Международная научная конференция «Православие в исторических судьбах славянских народов» объединила священнослужителей Белорусской Православной Церкви, представителей Минской Духовной Академии, кандидатов исторических наук, а также студентов Брестского государственного университета имени Пушкина для основательного разговора об исторических личностях, которые внесли серьёзный вклад в развитие православия. Речь будет идти об исторических личностях, об архидиаконе Никифоре, 425 лет в этом году, со дня его мученической кончины, но не только о нём будет идти речь, речь будет идти о том, как нам воспитать, особенно молодое поколение, с тем, чтобы оно помнило традиции, помнило историю нашего Отечества, утвердилось бы в этих знаниях и, конечно, передавало бы эти знания будущим поколениям. Вот так красиво и мелодично открыла международную научную конференцию выступления хора духовенства Брестской епархии. После торжественного начала участники заседания говорили о выдающемся деятеле церкви, который был связан не только с Брестом, но и сохранил православие для белорусской земли, освященному ученике Никифоре Парасхисе Контакузине, а также обсуждали важные политические и исторические темы. Я думаю, что такие конференции исключительно важны не только по научным соображениям. Я как учёный, конечно, ценю научную составляющую, но как гражданин России и союзного государства я не менее ценю общественную составляющую. Дело в том, что сегодня, увы, очень много искусственно созданных барьеров существует между славянскими народами и причин для разногласий, порой несущественных. А вот в этой связи, думается, нужно как можно чаще вспоминать о том, что нас действительно объединяет. А нас объединяют фундаментальные вещи. Культура, традиции, ценности, вера, несомненно, православная вера в первую очередь. И вот я очень рад, что Брестская епархия, наши уважаемые коллеги организовали такую конференцию. И я думаю, что мы внесём какой-то вклад в дело объединения, понимания наших граждан, наших народов. История славянства, которая насчитывает уже тысячелетия, в своём историческом прошлом, имела очень хорошие такие примеры, которые свидетельствуют о единстве, о понимании интересов друг друга. Ну и такая история, которая их объединяет, соединяет воедино. И хотелось бы это единство и сегодня не терять. Безусловно, не помня своего прошлого, невозможно построить будущее. А потому так важно собираться вместе и говорить о сохранении православной веры, традиций и исторической памяти.